Почти шесть десятков площадок примут во время летних каникул сургутских детей и подростков. Лагеря с дневным пребыванием будут работать на базе школ искусств, а также общеобразовательных и спортивных учреждений. Кроме того, четыре площадки организовали партнеры городского департамента образования. Для ребят подготовлена большая познавательно-развлекательная программа. В июне пройдут экскурсии и спортивные мероприятия. А сегодня состоялось праздничное открытие первой смены. Досуг школьников в лагерях ожидает разнообразный. Все придуманные мероприятия направлены на оздоровление детей. Подготовлено множество спортивных событий и занятий для развития творческих способностей. Ребята у нас будут участвовать в различных занятиях по программе ПФДО. То есть они будут у нас делать и оригами, и декоративно-прикладные направления. Будут делать различные поделки. Также будут участвовать в конкурсах, на экскурсиях. Будут разные квесты. Мы постараемся сделать так, чтобы ребятам все очень понравилось. Будем выкладываться в полную силу. В лагере «Радуга детства» при Сургутской прогимназии весело и интересно проведут июнь 150 учеников начальной школы. Смена продлится до 25 числа. Площадки по интересам будут работать для юных сургутян всех возрастов. Партнерами департамента образования по организации летнего отдыха молодежи выступили и четыре негосударственных учреждения, разработавшие свои программы, и не только для школьников. У нас существует три смены. В три смены студенты пишут грантовые заявки, развивают свои профильные компетенции. Не только профильные. Сейчас очень важно стало говорить о том, что нужно прокачать и свои софт-скилсы, так называемые. Мы тоже этим занимаемся. Также в рамках лагеря студенты осваивают английский язык, изучают историю памятников, занимаются графическим дизайном. То есть в зависимости от профиля, на котором обучаются студенты, они прокачивают и осваивают свои компетенции. В июне в лагере Joy Camp пополнят базу знаний и навыков 360 молодых людей. Планируется, что уже в следующем году будет открыта смена и для старшеклассников. Возвращение в полноценный формат веселых каникул без противоэпидемических ограничений и с возможностью организовать все задуманные развлечения ждали и дети, и взрослые. Действительно очень готовились и наполняемость как раз наших лагерей с дневным пребыванием подтверждает, как они востребованы. Обязательная тема, которую мы взяли уже не первый год, связана с безопасным поведением. Лето, велосипеды, самокаты – это обязательная составляющая обучения. Важная составляющая краеведческая в партнерстве и музеи, и библиотеки. И много экскурсионных программ. Поэтому уверена, что у ребят будет интересное лето, насыщенное событиями. При организации детских площадок сохранили направление «Умные каникулы». На базе учреждений дополнительного образования Сургутского технополиса довольно востребованы смены, связанные с занятиями робототехникой и программированием. Всего этим летом в Сургуте примут детей и подростков 58 площадок с дневным пребыванием. Там отдохнут около 8 тысяч юных горожан. И две тысячи ребят будут заняты в лагерях труда и отдыха, где совместят приятное с полезным. Татьяна Расторгуева, Оксана Ярославцева, Сергей Кондаков. Сургут. Интерновости.